здравствуйте мы все давно под колпаком уже давно в мире цифровой информации не бывает полной безопасности многие из нас это понимают пользуюсь каждый день бесплатными сервисами такими как электронная почта карты навигаторы новостные каналы тот же youtube благодаря которому вы меня сейчас смотрите не стоит забывать что бесплатных удовольствий не бывает стив джобс не зря сказал однажды такую фразу если сервис бесплатен то вы не пользователь в продукт а кто-то посчитал что если человек добровольно откажется от всех сервисов например google то компании было бы выгодно заплатить такому клиенту чтобы он опять стал пользоваться всеми бесплатными сервисами причем дальше если ему придется платить на ежемесячной основе и такая оплата была бы выше чем месячные доходы работающих людей во многих странах мира в общем за нами следят и мы являемся для компаний предлагающих нам бесплатные сервисы продуктом но даже если нам продают что-то за деньги то мы все равно продолжаем оставаться продуктом для таких компаний сегодня речь пойдет о компаниях intel и а м.д. или м.д. и если вам интересно заработать на этих компаниях с помощью трейдингом то тогда вам точно к антону клевцову когда-то он гремел на просторах youtube под именем супер скальпер и сейчас перезапустил свой канал на котором запросто и от души делится своим опытом раскачивает самые актуальные трендовые схемы на рынке харизмы этому парню не занимать так что подписывайтесь на антона клевцова узнаете много ценного и самое главное научитесь смотреть на мир трейдинга инвестиций другими глазами и под выгодным для вас углом антон клевцов это опытный трейдер его конек скальпинг на американских акциях ну также криптовалюты майнинг инвестиции широкий круг интересов переходите по ссылке в описании и подписывайтесь на его канал я вам это рекомендую когда-то у меня был ноутбук митсубиши такой крошечный эта компания помимо автомобилей когда-то выпускала ноутбуки в 90 годах и достаточно успешно так вот когда еще не было сидеромов то полный набор для восстановления системы прилагался на 25 дискеток и весил в распакованном виде 55 мегабайт у меня остались остатки от этого ноутбука я вам покажу как это выглядело выглядело это вот так то есть было два конверта и в этих конвертах лежали дискеты на которых было написано microsoft windows 95 диск восстановления системы общем нужно было по очереди вставить представлять сколько времени занимала загрузка полная загрузка операционной системы но они были на диске так потому что в те времена когда продавался этот ноутбук сидером еще не были распространены так вот на этих 25 дискеток помещалась вся операционная система со вспомогательными программами которая весила в распакованном виде 55 мегабайт причем там кроме операционной системы были все необходимые программы которые тогда microsoft включала в этот пакет но включая quicken microsoft money если вы помните я этими программами активно пользовался затем чуть позже вышла операционная система windows 98 который уже помещалась на диске емкостью 650 мегабайт это был обычный сидером и вплоть до windows xp и такая первая устойчиво очень хорошая операционная система от windows операционной системы умещалась на одном диске в 650 мегабайт но ровно до тех пор пока не появилась vista для которой уже нужен был не сидером а дивидером и теперь последняя операционная система от windows десятка уже не помещается на одном дивидером и однослойном а требует двухслойного дивидером а поскольку она уже больше чем четыре целых семь десятых гигабайта что же такого нового и волшебного в новых операционных системах и чем они лучше чем 95 windows который помещалась на 25 обычных дискетах почему суммарная мощность процессоров которая должна по известному всем закону мура увеличиваться в два раза каждые 24 месяца не привела к существенному и соответственному увеличению быстродействия самой системы я могу сказать что я иногда вынимаю эти свои старые ноутбуки с пыльной из дальней полки включаю и поражаюсь насколько быстро на них можно печатать и выполнять обычные действия которые мы выполняем на современных компьютерах или вот еще не данная новость на днях вышел новый релиз приложения rocket банка для айфона для операционной системы ios и он весит догадайтесь сколько 550 мегабайт то есть что там такого в этом костыле для связи смартфона с сервером банка вообще непонятно то есть там 25-30 отрисованных скринов с какими-то кнопками то есть это даже не операционная система это не пойми что но весит она в 10 раз больше чем полноценная операционная система windows 95 1995 году вам не кажется все это странно вы когда-нибудь задумывались почему это происходит у меня есть старый ноутбук sony вае он мне до сих пор есть которая купил в 1998 году за 5000 долларов тогда топовый ноутбук так он и стоит у него процессор pentium 3 750 мегагерц операционная система установлены windows 98 так вот я его недавно достал из коробочки у меня там стоит запустил и знаете что он работает в некоторых приложениях быстрее чем windows 10 да там нет такой красивой анимации как на windows 10 возможно там не такие красивые иконки разрешение экрана 600 на 800 точек но он работает быстрее чем последние windows 10 на моем стационарном компьютере на котором стоит процессор а и 777 2 0 к который в сотни раз мощнее pentium 3 я имею ввиду конечно не игры типа gta который можно запустить на этом компьютере конечно она не запустится никогда но простой набор текста скорость открытия закрытия окон скорость самого интерфейса понятно что для этого есть множество объективных причин хотя возможно и нет итак что я хочу сегодня вам сказать в каждом процессоре intel есть бэкдор самый настоящий бэкдор и досмотрите это видео до конца мы это все увидим с вами посмотрим и главное поймем чем это нам грозит и так называется этот бэкдор intel management engine intel м и intel м е как вам удобнее что это такое это автономная подсистема встроенная почти во все чипсеты процессоров intel с 2008 года она состоит из проприетарной прошивки исполняемой отдельным микропроцессором так в чипсете всегда подключен к источнику питания этот микропроцессор на батарейке или другому источнику питания но мы знаем что на материнской плате есть батарейка и это подсистема продолжает работать даже тогда когда компьютер отключен то есть это подсистема продолжает работать постоянно даже когда ваш компьютер отключен физически от сети но intel заявляет что м и или м е необходимо для обеспечения максимальной производительности про производительность мы с вами поговорили выше как она изменилась за последние 25 лет точный принцип работы по большей части не документирован а исходный код официрован если вы знаете что такое с помощью кода хаффмана то есть таблицы для которого хранится непосредственно в аппаратуре поэтому сама прошивка не содержит информации для своего раскодирования главный конкурент intel компания и md или а м д как и у нас называют в россии также встраивает свои процессоры аналогичную систему которая называется а md secure technology раньше между прочим она называлась платформа security процессор начиная с 2013 года она называется md secure technology и так management engine от intel часто путают с intel и мт или а мт технология мт основана на м и но доступна только для процессоров с технологией ве про есть такие галочки в конце названия процессора а мт позволяет владельцу удаленно администрировать компьютер ну например включать или выключать его устанавливать операционную систему однако м и то есть management engine устанавливается с 2008 года на все абсолютно без исключения чипсеты intel вне зависимости от наличия в них а мт в то же время как технология мт может быть в принципе отключена но нет официально документированного способа отключить технологию м и или м е в м е было найдено несколько уязвимостей если вы помните эту шумиху 1 мая 2017 года компания intel подтвердила наличие уязвимости удаленного повышения привилегий так она и назвала технический код этой неисправности или уязвимости с и 3075 в менеджмент technology то есть каждая платформа intel с установленным intel стендарт менеджмент intel active management technology можете зайти на официальный сайт intel проверить там свой процессор и проверить существует ли в нем intel management engine или например intel smooth small business technology не халем вот 2008 году до кепка белый к до 2017 года все они имеют уязвимость в этой самой м я которую можно будет использовать удаленно что произошло дальше чуть ниже мы поговорим из-за чего возникла эта уязвимость и каким образом intel и и золотал а золотан у нее таким образом что производительность после обновления прошивки производительность всех ваших компьютеров произведенных до процессора кэби лэйк включительно до 2017 года упала приблизительно на 20 25 процентов в зависимости от приложений то есть благодаря вот этой встроенной системе intel и мне можно ваш компьютер взломать и использовать удаленно были найдены несколько путей не авторизованного выключения м и которые могут сорвать выполнение функции м и от sky lake 2015 года до кофе лэйка семнадцатого года были подтверждены intel 20 ноября только 2017 года то есть это уязвимость существовало полгода на всех процессорах intel выпущенных до ноября 2017 года проверьте если на вашем компьютере стоит процессор выпущенный до ноября 2017 года то ваш стратегический курс в принципе должен быть на замену этого процессора на продажу этого компьютера или ноутбука и на приобретение ноутбук или компьютера выпущена уже в восемнадцатом году но надо обязательно посмотреть чтобы в нем была устранена уязвимость которая называется с 3 085 3 086 и 3 075 вот в отличие от 3 075 86 уязвимость присутствует также если и м те отключен или не входит в поставку неважно любым из неофициальных методов то есть все равно это уязвимость она на сегодняшний день существует и говорю якобы устранена с помощью какой-то заплатки но точно никто не проверял начиная с менеджмент и джин 11 в основе лежит 32-битный x86 совместимый процессор на технологии intel quark запущены не на нем операционной системы mini x3 то есть вы представляете что такое процессор это небольшой такой чип у intel они покрыты и у md современных они покрыты металлической крышкой и внутри под этой крышкой находится 32-битный процессор intel quark запущенный на нем операционной системой mini x3 и состояние м е ранится в разделе шины spi с использованием файловой системы и ffs если вы знаете это embedded flash file system и предыдущие версии базировались на риск ядре то есть до того rc с использованием операционной системы реального времени thread x от компании экспресс logic ну такие вот технические подробности в принципе я оставлю ссылку в описании и вы можете посмотреть какие именно там использовались операционные системы какие команды мог выполнять этот процессором может выполнять команды подписанные java апплеты в общем этот процессор эта система она имеет свой собственный mac адрес отличный от mac адреса вашей сетевой карты он имеет свой собственный ip адрес для своего дополнительного интерфейса полностью закрытого и с прямым доступом контроллеру ethernet то есть он имеет выход в сеть во внешний мир по ethernet контроллеру и каждый пакет ethernet трафика переадресуется в м и по достижению операционной системы хоста причем такое поведение его поддерживается многими контроллерами настраиваемыми по протоколу mc tp кто знает и также management engine взаимодействует с машины через интерфейс пися и в линук взаимодействие машины и происходит через устройство дэв м и ой ну для программистов для тех кто понимает они это найдут начиная с процессоров на микроархитектуре не холем м и обычно интегрируется в северный мост материнской платы на новых архитектурах intel начиная с intel 5 series м и встроен в платформ контроллер хаб я вам приведу ссылки по которой вы можете посмотреть это прошивку согласно терминологии intel на 2017 год management engine это один из наборов микросхем системы конверджет секьюрити миджин и белый ты энджин с м и то есть до м т версия 11 7 называли intel management intel bios extension ну а потом уже в дальнейшем компания позитив technologies обнаружила что прошивка им и версии 11 использует операционную систему миникс давай теперь поговорим что такое операционной системы миникс оказывается это предшественник линукса миникс это свободная юникс подобная микроядерная операционная система распространяемая по лицензии без ди эндрю танин баум создал первую версию миникс 1987 году в качестве иллюстрации для учебник операционной системы разработкой реализации был такой учебник и среди студентов изучающих теорию операционных систем по исходникам миникс наибольшей известности достиг сам линус торвальдс это разработчик линукса изначально целью миникс являлось обучение студентов строению компьютеров и основа операционных систем исходные коды миникс совершенно отлично от кодов операционной системы linux но как и linux миникс является также юникс подобной операционной системой с абсолютно аналогичным набором команд исходный код minix 3 с переведенным на русский язык комментариями можно получить на компакт-диске вместе с книгой операционные системы разработка и реализация написал эту книгу танин баум и вуд холл опубликована она в россии на русском языке в 2007 году и между прочим в ней детально расписано строение на примере minix вот это операционная система я приведу ссылку на сайте minix 3.org она свободная ее можете спокойно себе загрузить установить на любой компьютер но эта система может работать на микроядре любого процессора intel и я подозреваю что любого процессора amd и так что же произошло с тем самым сбоем в 2016 в 2017 году с атаками на компьютеры использующую систему м и и как это все связано с кем бы вы думали с эдвардом снова google и все известные нам компании по данным закрытого доклада пентагона с ноуден похитил одну целую семь десятых миллиона секретных файлов большинство документов большинство документов касается жизненно важных операций американской армии флота морской пехоты военно-воздушных сил связи с этим в сша 14 июня 2013 года с ноудену заочно были предъявлены обвинения в шпионаже и похищение государственной собственности он был объявлен в американские международные розыске вскоре бежал из сша в начале в гонконг а затем в россию где как мы помним прожил больше месяца в транзитной зоне аэропорта шереметьево 1 августа тринадцатого года получил временное убежище в россии год спустя трехлетний вид на жительство с которой он в 2017 году был продлен до 2020 года проживает он в россии за пределами москвы по другим и тайны и балансе между защитой персональных данных и обеспечением национальной безопасности он раскрыл факт всеобъемлющего слежения в 60 странах более чем за миллиардом человек и правительствами 35 стран с ноуден раскрыл информацию о программе призм включающий в себя массовую слежку за переговорами американцев и иностранных граждан посредством программного обеспечения позволяющего следить за пользователем вместо современных телефонов сам с ноуден предпочитает обычный кнопочный мобильный телефон скажу он посекретует телефон nokia газета the guardian 17 июня со ссылкой на данные с ноудена сообщи просто борется за права людей далее как стало известно с ноуден передавал российским спецслужбам информацию но передавал он ее не сразу и о способе слежки за информацией содержащийся на компьютерах государственных органов он передал уже ближе к началу 2016 года после этого именно после этого спецслужбы россии имели много успешных операций по взлому компьютерных систем геополитических скажем так партнеров или противника в европе и сша взломы компьютеров хиллари клинтон штаба демократической партии были произведены при помощи кодов доступа компьютером при помощи программы intel management engine да 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 та самая микро программа на операционной системе minix 3 который стоит на каждом компьютере включая компьютеры демократической партии сша и хотя прямых доказательств причастности российских спецслужб кого бы то ни было так к взлому так и не было показано но во всем мире по умолчанию считают что это совершили там русские хакеры между прочим что характерно примерно в этот блок существует между прочим именно после того как были взломаны сервера демократической партии была найдена первая уязвимость intel и после этого была найдена в 2017 году вторая уязвимость intel для людей далеких от мира и те объясню простыми словами каждом компьютере произведенным начиная с 2008 года а я предполагаю что и раньше существует внутри процессора еще один полноценный компьютер на микрокристалле с операционной системой minix 3 код который зашифрованный ключи находятся у компании intel а также в цру и нб питается этот компьютер шпионский то есть чужой подсажены в каждый компьютер включая этот который сейчас стоит передо мной питается он от батарейки который работает на материнской плате включена всегда пока вставлена батарейка и пока ваш компьютер физически подключен к сети весь трафик данных по сети ethernet в начале поступает на этот чип а затем уже на северный мост материнской платы вашего компьютера и по закрытым протоколам передается в сша специально построены еще при президенте бараке обаме центр обработки данных в штате юта по некоторым данным это самый крупный центр хранения данных в мире суммарный объем хранения превышает объем всех когда-либо произведенных устройств памяти в мире и пополняется новыми стойками серверов 24 часа в сутки без выходных дата-центр анб в штате юта принадлежит агентству национальной безопасности сша открыто строится и называется он кодовым словом бамбл хайф оглашается его официальная цена в одну целую две десятых миллиарда долларов объект возводится на территории безлюдной пустыни в штате юта согласно официальным данным этот дата-центр используется для обеспечения безопасности в интернете но бывшие сотрудники анб говорят что тот может быть использован для мониторинга личной переписки по электронной почте которые ведут обычные граждане североамериканского государства площадь нового отсюда нб составляет девяносто две тысячи квадратных метров просто вдумайтесь что такое девяносто две тысячи квадратных метров сколько можно поставить стоек хранения но могу сказать что некоторые аналитики предполагает что дисковый массив в новом дата-центре агентства национальной безопасности сша позволяет хранить 5 зетабайт данных то есть один зетабайт является эквивалентом около шестидесяти двух миллиардов сложенных в одну линию iphone 5 на 16 гигабайт причем длина этой линии будет соответствовать расстоянию от земли для луны ну не случайно вот приводятся эти цифры для того чтобы вы понимали сколько там всего задействовано запоминающих устройств хард дисков и созди и так далее между прочим как раз в начале строительства этого центра в штате юта если мы посмотрим на графике стоимости флеш памяти и хард дисков они начали резко дорожать тогда на рынке был дефицит флеш памяти почему потому что анб практически всю наличную память высокоточную хорошую скупал в тот момент официально еще более крупным содом в мире является построены в китае объект городе лан фан который находится в северо-восточной части китая северо-восточная это та которая ближе к российской границе и под данный объект был выделен земельный участок площадью в одну целую три десятых миллиона квадратных метров а площадь машинных залов нового цода составляет шестьсот двадцать тысяч квадратных метров и по площади он уже сравнился с пентагоном оператором этого центра является range international information group данный объект объявляется основным элементом облачной вычислительной инфраструктуры китая а также является плацдармом для аварийного восстановления дата-центров государственных учреждений страны и со времен появления эдварда сноуна в москве и в россии также построен и продолжает строится развиваться одним из крупнейших содов но эта информация строго засекречена и я думаю мы можем только догадываться о его размерах того отсюда который строится в россии кстати информация о действительных площадях машинных залов центра нб в юте также не разглашается та информация которую назвал она является ориентировочной но точно известно что это вероятно самый крупный центр в мире возможно он даже крупнее китайского и все эти центры нужны для чего для того чтобы сохранять информацию обо всех файлах письмах телефонных разговорах которые вы создаете на своих компьютерах или пересылаете в сети и нб может получить любую информацию с любого компьютера или сервера или вашего ноутбука в любое время суток в любом объеме без каких-либо ограничений помогает в этом конечно intel management engine это хитрая операционная система мимикс 3 который работает круглосуточно на ваших компьютеров вопрос как с этим бороться можно ли отключить эту систему слежки отключение м и обычными способами сделать невозможно тем не менее было обнаружено несколько недокументированных потенциально рискованных методов для того чтобы отключить систему эти методы не поддерживаются официально intel естественно архитектура безопасности management engine предполагает предотвращение отключения поэтому возможность такого отключения считается уязвимостью например вирус используя возможность несанкционированного отключения способен лишить компьютер части функций ожидаемых конечным пользователем ну такие как там например воспроизведение медиа видео звуков со средствами защиты авторских прав ну опять же со слов intel а однако критики management engine не воспринимает это как уязвимость строго говоря ни один из методов не способен полностью отключить м и так как без м и невозможна загрузка процессора все известные методы просто заставляют м и перейти всколе после загрузки в неправильное состояние в котором невозможно выполнение ни одной функции м и но м и продолжает быть подключенным к источнику питания и встроенный процессор продолжает исполнять какой-то код который мы с вами естественно никогда не узнаем не документированные методы нейтрализации прошивки были обнаружены в 2016 году проект м и клинер специально создал проект для стирания менеджмент обнаружил что проверка подлинности м и может быть взломано то есть м и может определить нарушение подлинности прошивки и в случае провала проверки принудительно выключить компьютер через 30 минут то есть это предотвращает работу с компрометированной системы с точки зрения intel и позволяет владельцу исправить проблему путем загрузки подлинной версии прошивки как было установлено проектом можно сделать не авторизованные изменения в прошивке и таким образом чтобы заставить менеджмент и джим перейти в ошибочное состояние не позволяющие запустить принудительное выключение компьютера через 30 минут даже если большая часть прошивки была перезаписана режим high assurance платформ в августе 2017 года компания позитив technologies опубликовала метод отключения и через недокументированный встроенный режим компании intel компания intel подтвердила что м и содержит возможность для государственных органов таких как а нб цру фбр переключение в режим высокодоверенной платформы high assurance платформу и и пи то есть сразу после загрузки этот режим выключает абсолютно все функции м и но он авторизован для использования только государственными органами и предполагается только для машин специально произведенных для этих государственных органов то есть для того чтобы иметь возможность отключить м и внутри процессора intel они должны быть специально произведены для государственных органов скорее всего ноутбук hillary клинтон и компьютеры в штабе демократической партии сша были ну что называется самыми обычными не цирушными не а нбш нами таким образом удалось их дистанционно вскрыть и так манипуляции с битом хаб были просто встроены в проект м и клинер и коммерческое отключением и в конце семнадцатого года несколько производителей ноутбуков объявили о своих намерениях поставлять ноутбуки с отключенным intel м и а вот я здесь попрошу обратить особое внимание на компанию пьюризм с писи которая написала intel письмо и потребовала продавать ей процессоры без м и или же опубликовать исходный код м и называя его угрозой для цифровых прав пользователей в марте 2017 года компания пьюризм сообщила что нейтрализовала м и путем удаления большей части исполняемого кода из флеш-памяти а позже в октябре семнадцатого года компания сообщила что новые партии основанных на дебе ноутбука в линейке libre будут выпускаться с нейтрализованными через стирание большей части кода из флеш-памяти как и сообщалось ранее а также дополнительно выключенными через бит хаб модулями м и также были выпущены обновления для существующих ноутбуков либрым в общем ноутбуки либрым с моей точки зрения скорее всего хорошее решение загляните на сайт этой компании существует две модели 13 дюймов 15 дюймов 13 дюймовая стартует от 1300 долларов за младшую модель но 15 дюймов может быть дороже помимо отключения м и ноутбук позволяет физически отключать камеру микрофон bluetooth вай фай то есть есть физические кнопки вы если вам не надо вы видели о марка цукерберга заклеена ноутбуке камера заклеена просто скотчем здесь есть возможность физически поотключать все средства связи которые в данный момент вам не нужны естественно что работает этот ноутбук на собственной операционной системе который называется pure с на самом деле на основе линукса на самом деле это просто какая-то редакция дебе что интересно разрабатывается также смартфон либрым 5 который выйдет в третьем квартале этого года будет стоить 650 долларов и вот это мне кажется очень интересная разработка он будет работать не на андроиде и даже не на аос она собственной операционной системе pure с открытым кодом которые как мы знаем это просто будет мобильная версия дебен принципе даже будут интересны такие комплекты сразу с мониторами 24 30 дюймов что в смартфоне сделано в смартфоне блок sim card отвязан от процессора что вот реально совсем замечательно и в смартфоне использована система децентрализованных коммуникаций matrix если кто знает что такое проект matrix это совершенно непробиваемая защита для peer-to-peer коммуникаций шифрованием очень найдите сами в интернете ссылки я оставлять не буду потому что это не реклама компании но это очень интересная безопасная система другая компания system 76 system 76 утверждает что тоже отключила м и в новых основанных на юбунту машинах через хаббит и эффективность противоуязвимости у нее высокая то есть но в конце концов вернемся к тому что я говорил ранее от полное отключение м и невозможно потому что если м и не запустится то не запустится весь процессор просто не запустится компьютер и эти компании которые утверждают что они стерли часть кода и таким образом подозревают что возможно этот блок не работоспособен но могут быть сомнения поэтому я считаю что ни один из двух обнаруженных методов отключения м и не способен быть эффективной контрмерой против уязвимости против уязвимости с и 3086 а причина этого в том что уязвимость находится в самом модуле м и загружаемом на раннем этапе и необходимы для загрузки основного процессора есть такой фонд электронных рубежей и ff и эксперт этого фонда по безопасности damian zamit обвиняет м и в наличии в ней бэкдора уже напрямую да то есть это не какие-то энтузиасты это серьезная компания это фонд электронных рубежей так называемых да который напрямую обвиняет intel в том что intel вставляет во все процессоры бэкдора damian zamit отмечает что м и имеет полный доступ к памяти без всякого ведома на то родительского cpu центрального процессора вашего компьютера имеет полный доступ к tcp ip стеку и может посылать и принимать пакеты независимо от операционной системы обходя таким образом ее firewall intel все отрицает но тем не менее компания google а там как мы знаем работают далеко не глупые люди по состоянию на 17 год пыталась избавиться от проприетарных прошивок в своих серверах и обнаружила что технология м и является препятствием на пути к этому у меня будет ссылка на этот документ можете с ним ознакомиться известно что все современные процессоры а м д включают в себя встроенный 32 битный микропроцессор арм кортекс опять страст зон то есть это не интеловский процессор это не мимикс 3 операционная система а трасс зон прошивка вероятно а трасс тоник реализует вот эту самую пи спи функцию аналог м и у intel и прошивка пи спи свою очередь включена в у и фай то есть у и фи bios так называемый до блок агеза который м д при а м д представляет производителем bios материнских плат в общем вывод из всего сказанного такой все без исключения современные процессоры intel а м д арм это процессоры стоящие во всех без исключения смартфонах имеют бэкдоры в виде встроенных микропроцессоров находящихся внутри самого кристалла со своей операционной системой mini x3 либо другой имеющий свои mac адрес и прямой доступ к памяти к северному мосту к tcp ip протоколу к сетевой плате и учитывая тот факт что большинство трафика например в россии а уже во всем мире темпачи идет через маршрутизаторы cisco также имеющие бэкдоры об этом можете много прочесть это не тема сегодняшнего ролика исходя из всего сказанного спецслужбы имеют прямую возможность получить доступ ко всем компьютером в мире независимо от того даже оплачен ваш доступ к сети интернет включен ли ваш компьютер в сеть или выключен и все это 24 часа в сутки 7 дней в неделю так что проприетарной операционной системы такие как все релизы windows начиная с windows 95 а в особенности последний релиз windows 10 собирают и передают любую информацию о пользователе на серверы microsoft нб цру и это уже состоявшийся и многократно подтвержденный факт полностью закрытая проприетарная система маку стен от apple собирает точно также любую информацию пользователей передает ее на серверы компании любое устройство даже включая разбери пай работающие на процессорах архитектуры арм арм точно также собирает и придает всю информацию существуют документированные случаи проникновение спецслужб даже в компьютеры которые никогда не подключались не активировались к сети и на которых установлена операционная система linux то есть казалось бы чем грозит простому пользователю наличие всей этой глобальной системы слежки ну давайте подумаем если вы не занимаетесь противоправными действиями вам скрывать нечего но в принципе ровно до того момента пока вы не являетесь владельцем криптовалют подготовленные проекты законов по криптовалютам в россии скоро сделают владение криптовалютами незаконными купить продать криптовалюты гражданам можно будет только у сертифицированных уполномоченных организаций и на сумму не превышающую 600 тысяч рублей в год при превышении этого лимита вы автоматически станете преступником нарушающим закон и к вам может быть применено уголовное преследование во многих странах это уже действует так например в таиланде мы знаем что есть всего четыре разрешенные валюты это bitcoin эфир рипл и стеллар если вы гражданин таиланда и храните на своем компьютере например light coin то вы совершаете уголовно наказуемое преступление последние новости скажу вам по секрету вы этого нигде не услышите не увидите в евросоюзе вводится уголовная ответственность за куплю продажу криптовалюты на большие суммы за наличные как власти узнают об этой сделке эти все сделки производится тайна очень просто вводится награда в размере 20 процентов от суммы ответственным гражданам то есть ответственным стукачам которые будут сообщать властям о таких сделках вот интересно да даже не надо никакой дорогостоящей системы слежки просто тот кто застучит соседа у которого он точно знает есть многие биткоинов или огромное количество наличных денег получит 20 процентов от этой суммы представьте я знаю что моего соседа и 100 миллионов евро лежит в сейфе я иду стучу получает 20 миллионов евро плачу какой-то там под доходный налог поскольку это мой доход и владею этими деньгами когда я написал об этой новости в своей закрытой группе многие написали что если у нас в россии введут такой закон то даже платить никому не надо люди будут стучать с удовольствием и бесплатно потому что такая натура нашего народа а уж за деньги будут создавать целые детективное агентство специализирующие на поиске владельцев крупных сумм наличных и крупных кошельков биткоина но даже если все эти меры будут введены они в принципе не так страшны для криптовладельцев хотя очень неприятно потому что попасть в тюрьму за владение криптовалютами ну вот никак не хочется гораздо страшнее будет если мы предположим что bitcoin будет стоить 1 миллион долларов ну допустим но пусть это будет не сегодня даже не в этом году и даже не в следующем пусть это будет через два через четыре года но когда это случится спецслужбы будут точно знать у кого на компьютере есть файл вал от . дат и даже будут знать приватные ключи от ваш компьютера а если вы их надежно спрячете есть и такие хитрецы которые умеют прятать то ваш адрес все равно будет известен спецслужбам и кто знает возможно утечка этих данных злоумышленникам и тогда шансов у вас выжить обладая даже половиной биткоина когда он будет стоить миллион у вас останется таких шансов крайне мало к вам рано или поздно заявится крепкие ребята с паяльником и таким ректально термальным способом они у вас обязательно узнают ваши приватные ключи казалось бы какой есть выход из этой ситуации все компьютеры в мире имеют бэкдоры спецслужбы могут в них залезть украсть ваши криптовалюты либо обвинить вас нарушение закона и посадить в тюрьму но первый выход который мне видится конечно отказаться от владения криптовалютами ну либо соблюдать все законы например в россии покупать их через лицензированного брокера на сумму не более 600 тысяч рублей в год а если вы купили на 600 тысяч рублей в год а за год курс вырос например в тысячу раз ну заплате 50 процентов налога с дохода с той разницы на которой он вырос но думаю по такому пути согласятся пойти немногие потому что но это глупо есть второй путь приобрести российский компьютер нам точно нет закладок потому что во первых это дорого во вторых это глупо никто эти компьютеры из политических там противников россии использовать не будет они безумно дорогие они достаточно медленно и они работают на уровне там может intel core 2 диод 2 гигагерца или 14 гигагерца но тем не менее они работают на них можно установить linux на linux можно установить bitcoin core и тогда никто вообще туда к вам не пройдет не пролезет и не узнает но во первых компьютер я смотрел сейчас стоит сто девяносто девять тысяч рублей это колоссальные деньги мне кажется за такие деньги покупать такой компьютер глупо потому что я бы лучше на них купил просто bitcoin но есть и второй путь можно найти на авито старую материнскую плату например с процессором на 478 сокете сейчас я посмотрел эти процессоры стоят порядка одного или двух долларов материнская плата уже с процессором стоит около 20 долларов вставляем туда диск на 2 гигабайта смотрим какая ревизия материнской платы если там нет слотов sata а мы знаем что на и десла так там а идеи слотах не было таких дисков тогда да там по гигабайту по 2 потому что сегодня весь блокчейн биткоина больше 200 гигабайт нам нужно вставить ну как минимум терабайтный диск ну тогда мы просто идем покупаем адаптер такой пися и носа то есть таки адаптера материнской плате на 478 сокете обязательно из пися и на и гнезда покупаем адаптер вставляем терабайт ник закачиваем bitcoin core и пользуемся только для владения крипто и туда нужно установить linux причем даже не юбунту если вам нравится и бунту мне тоже нравится но и бунту устанавливать нельзя потому что есть неопровержимые доказательства о сотрудничестве каноникал с microsoft и по интернету даже ходят такие картинки с портретом билла гейтса где он подписывается что вот я рекомендую юбунту каноникал сотрудничать с microsoft а в принципе даже в сети можно найти инструкцию по отключению системы слежки на юбунту ну я бы не рисковал и тем более юбунта не очень стабильная система после обновления вот у меня такое много раз было загружается обновление и система падает вместе с ней ваш кошелек поэтому я рекомендую следующее берем идем на официальный сайт дебен проекта дебен загружаем стабильную версию дебен устанавливаем на нее bitcoin core шифруем кошелек подключаем через firewall и vpn эту машину к сети да то есть программную устанавливаем vpn и никто никогда ничего не узнает если только сами вы не скажете кстати можно даже не заморачиваться с этими огромными дисками пися и sata адаптерами можно просто не устанавливать даже bitcoin кора воспользоваться аппаратным кошельком trezor тогда точно никто не вытащит даже ваш приватный ключ и в принципе это достаточно надежно кстати вчера пришла информация о том что seo twitter jack dorsey знаете такого деятеля пользуются именно трезором модели ты то есть он его купил а уж кто-никак джек дорси знает куда и кому сливается информация поскольку как нам выдал его эдвард сноуден он является тоже участником проекта призн проект агентства национальной безопасности сша ну а для совсем параноиков покупаем 2 материнки с процессорами на 478 сокете там даже есть мне вот ребята написали двухъядерные процессоры уже в самом конце жизни этого сокета они вполне себе шустры и делаем раздельные кошельки один может быть в онлайне а другой никогда к онлайну не подключался работает только вон в оффлайне для подписи платежей и между прочим можно купить ноутбук тех лет с процессором pentium 3 как я вам говорил мне sony vio с процессором pentium 3 750 мегагерц стоит они сейчас по 50 ну хорошо супер хорошем состоянии 100 долларов не больше ну и еще вот возвращаясь к тому что им говорил выше я бы в принципе себе бы лично заказал все-таки смартфон без слежки libre m5 когда он будет готов потому что я думаю что для бизнеса связанного с криптовалютами вы можете иметь безопасное хранилище то есть вы купите все эти старые материнки с блошинного рынка установите туда bitcoin корм спецслужбы вас не достанут бандиты вас не достанут но вы кому пришлете сообщение по какому-нибудь мессенджеру типа ватсап и те кому надо уже будут знать что у вас есть кошелек или например вы сидите за фаерволом за випе нам вам надо кому-то отправить bitcoin вопрос как вы этот адрес получите на который вам отправлять да очень просто вы просто забудетесь вам его вышлют по ватсапу все ваш адрес биткоина будет у спецслужб поэтому в принципе очень неплохая идея получить вот этот libre m5 в третьем квартале когда он будет готов а раздать его и всем своим контрагентам с кем вы работаете потому что при помощи одноранговой сети matrix вы просто создаете шифрованное пир-то-пир соединение с таким же другим смартфоном и это будет очень безопасно наверное на этом я хочу с вами попрощаться пожелать вам быть крайне осторожными с криптовалютами то что я вам сейчас сказал отнюдь не шутки не выдумки и между прочим подписывайтесь на мой канал кто не подписан а я буду держать вас в курсе последних новостей от которых вы нигде больше не узнаете только у меня поэтому ставьте колокольчик берегите себя скоро ту зиму пока